Учёные пришли к выводу, что некоторые осложнения COVID-19 можно выявить только при обследовании. Нарушение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего является осложнениями после перенесённого вируса. О том, с какими последствиями может столкнуться перепаливший пациент, телеканал Си-Би-Си рассказал доктор медицинских наук, пульмонолог Адалят Абдулаев. По его словам, вирус представляет наибольшую угрозу, пока живёт в организме. В среднем COVID-19 находится в человеческом организме около двух недель. Самый опасный период – это период заболевания. Если в течение 10-14 дней не произошли фатальных изменений в организме пациента, то есть не привело к серьёзной дыхательной недостаточности, к серьёзным осложнениям подключения аппарата искусственного дыхания, то вряд ли стоит ожидать серьёзного осложнения. Я имею в виду осложнения в виде угрожающих до жизни состояний. Однако это не говорит о том, что миновать последствия нанесённых коронавирусом удаётся всегда. Вирус поражает весь организм. По словам Адалят Абдулаева, вирус настолько коварен, что оказывает негативное влияние практически на весь организм. Наиболее часто поражаются лёгкие. Это всем известно. Значит, самое серьёзное поражение в виде пневмонии, виральных пневмоний. И особенность этих пневмоний заключается в том, что они очень долго рассасываются. В течение нескольких месяцев. И даже после того, как пациент справляется с подобными осложнениями, доходит до этапа полного выздоровления, организм всё равно нуждается в длительном восстановлении. Это может быть поражение из сердца, в виде миокардитов, эндокардитов. Это может быть и поражение почек. А если изначально были проблемы с почками, то это даже может привести к хронической почечной недостаточности. Очень серьёзное осложнение заболеваний почек. Это может быть и различные неврологические проявления. Такие, как постоянные головные боли, как энцефалиты. Менингиты бывают в ранних стадиях. Для того, чтобы не испытывать свой организм на прочность, каждый из нас должен быть крайне осторожным. Как отметила Далят Абдулаев, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, правила гигиена, а также пройдя полную вакцинацию, можно избежать заболевания и тем самым защитить себя и жизнь окружающих людей.